Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать так, чтобы не слышно было, как соседи пользуются канализацией. Самый простой и самый легкий способ сделать шумоизоляцию канализационной трубы. Для этого нам нужно будет помыть эту трубу, сделать ее чистой, потому что грязной трубе то, что я буду использовать, никак не прилипнет. А использовать серый утеплитель, который продается в магазинах, это нецелесообразно, это бесполезно. Но это, в общем, пустая трата денег, потому что я уже неоднократно это использовал. Ну, в общем, пользы от этого никакой нету. Так же слышно, так же, в общем, все это остается точно так же. Ну, единственное, только немножко может быть полегче. Но сегодня я вам покажу такой способ, который будет реально более эффективный. Поехали! Итак, для шумоизоляции канализационной трубы я буду использовать изолон на клею. Размером он идет 100 на 600 и 8 мм толщиной. Вот такой, в общем, изолон. Раз, два. Два слоя у меня будет простого изолона. И два слоя у меня будет фольгированный изолон. Так же сама клейка. Тоже размером 100 на 600. А, 1000 на 600. Так, почему именно такой блестящий? Ну, чтобы, естественно, он выглядел красиво, а не просто черная такая труба. В общем, два бита изолона, которые я буду использовать для того, чтобы сделать шумоизоляцию. Каждый из них с толщиной по 8 мм, а в сумме дают нам 16 мм звука шумоизоляции. Я это делал уже неоднократно, поэтому могу точной уверенностью заявить то, что это реально работает. Ну что ж, а теперь я покажу вам, как это все должно происходить. Поехали! Так, будем делать шумоизоляцию вот этой канализационной трубы. 110-я. Вот, в общем, слышно, как это все работает. Ну, а после шумоизоляции этот звук уже станет гораздо тише, гораздо меньше. Так, как я сказал, для начала нужно эту трубу помыть. Она вся в пыли и в штукатурке. Когда я стену штукатурил, штукатурка немножко замарала трубу. Ну, тут еще вот краска от застройщика осталась. Так, в общем, помоем, протрем, высушим и потом будем уже делать шумоизоляцию. Так, первым слоем будем клеить изолон на крылью без фольги. То есть мы сейчас его просто начинаем приклеивать к канализационной трубе, отдирая предварительно вот эту защитную пленку, которую, в общем, и за которой и находится вот этот клейкий состав, который будет прилипать к трубе. Продолжение следует... Наклеим первый слой. Сейчас еще скотчем бумажным вот этот место мы зацепим, чтобы он не расходился у нас, пока мы будем наносить дальше вот по трубе вниз и вверх. И потом уже таким же образом, в общем, наносим. Вторым слоем используем фольгоизолон. Вот такой вот он блестящий, чтобы у нас труба была красивая. Так, вот такой вот был первый слой, а вот это уже будет второй слой. Кстати, чтобы было попроще, чтобы вот этот целиком весь кусок не пришлось нам клеить на трубу, можно сделать его в таком лежачем положении. Это будет проще, потому что он будет более такой податливый, потому что целиком, конечно, тяжело весь этот лист приклеивать. Так что будем клеить его кусочками, чтобы более плотно прижать его к основанию, вот к этому, чтобы уже сделать минимальный, минимальный такой звуковой барьер, чтобы можно было уже стопроцентно быть уверенным на то, чтобы звуки из канализации не приходили в квартиру. Лайфхак, как можно замерить длину по трубе. Берем кусочек старого фольгоизолона или просто изолона и, в общем, оборачиваем его вокруг трубы. Лишнее, естественно, мы убираем. У нас получается вот такая вот длина по окружности трубы. И теперь берем, так как он на склейке, приклеиваем просто его к новому полотну и делаем отметку. Делаем отметку также снизу, потом ставим что-нибудь ровное и отрезаем по этой длине. И потом уже просто мы ее оборачиваем вокруг трубы и получается, что мы получаем нужный размер уже без подрезков. Вот такой вот лайфхак. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Получается очень красиво, очень симпатично. Вот эта вот фольга, которая по наружке идет. Ну, просто, в общем сказать, дополняет красоту и звукоизоляцию нашей трубы. Вот он, переход между двумя видами шумоизоляции. Они абсолютно одинаковые, просто единственное, здесь есть фольга. Так, и стык делаем сзади, чтобы не портить просто красоту внешнюю снаружи. А сзади у нас уже там добавляем скотч для надежности. Ну, и еще поверх мы это все стянем стяжкой. Так, ну, в общем, уже слышно, что звук стал менее слышимый. Ну, перед этим, конечно, он был очень явно выражен. А сейчас уже так стихий такой стал. Ну, в общем, труба такая красивая становится. Так, сейчас доделаю. В общем, вот это все. И уже у нас будет готовая шумка. Ну, вот единственный момент, вот это вот внизу тройничок, я буду делать после того, как уже здесь соберу инсталляцию и здесь канализацию выведу в ванную комнату. Ну, чтобы она мне не мешала, пока я это еще не сделал. Так, ладно, сейчас у меня тут осталось еще чуть-чуть. Вот здесь вот внизу доделать и все. Практически все будет готово. Далее. Берем стяжку кабельную. Вот такой вот. Пускай она у нас будет синяя. Были там еще зеленые, черные, красные. В общем, я взял синий цвет. Длина, конечно, у него 300. Потому что, если взять длину, которая нам нужна будет, чтобы обойти полностью эту трубу, она будет стоить гораздо дороже. И там будет уже не 25 штук, а 100. Ну, лишнее нам тоже не надо. Зачем нам переплачивать? То, за то, что мы уже использовать не будем. Поэтому я взял вот такие по 300 миллиметров 25 штук. И сейчас с помощью них, в общем, я оберну вокруг трубы и сделаю дополнительную фиксацию этой трубы, чтобы она у нас в будущем не отклеилась. Ну, в общем, вот таким вот образом мы стягиваем все это дело для того, чтобы зафиксировать более плотно, жестко нашу шумоизоляцию к трубе. И она впоследствии, чтобы не отклеилась. Так, ну, естественно, лишнее вот это все мы срежем. Это все просто. И шумка у нас будет готова. Так, ну что ж, друзья, на этом все. Шумоизоляция у меня завершена. Как видите, ничего сложного в этом не было. Использовал два вида шумоизоляции. Один простой изолон, другой фольгированный. И все приклеил, стяжками подтянул. Все готово. Все. Теперь это у нас будет дополнительная шумоизоляция для трубы, канализационной, сделанной из ПВХ. Так что, если кому-то вдруг это необходимо, и вы часто слышите, как соседи пользуются канализацией, то используйте вот такой вот способ для того, чтобы сделать шумоизоляцию. Но если у вас соседи никак не беспокоят, то, в принципе, заморачиваться насчет этого не стоит. На этом у нас все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на новых видео. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Лена, на канале Перестройка 116. Подписываемся и не забываем ставить лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok